Путин объявил войну женщинам, ликвидация командира роты Хамас и убийство офицера ФСБ. Обо всем этом расскажу в выпуске. В эфире Нехта. Важные и интересные новости. Сахал ведет бои в районе четырех главных больниц Газы. Напомню, что параллельно продвижение на земле идет под землей. Там работают спецназы. В Лондоне прошел митинг в поддержку жителей Газы, который перерос в стычку с ультраправыми британцами. ЕС может не договориться о помощи Украине на 20 миллиардов евро. Я не собираюсь пока объявлять эту идею мертвой. Но, конечно, всегда можно достичь улучшений. У Германии было много вопросов, и это справедливо. Доброе утро, дорогие зрители. Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать и доносить людям правду. Перейдем к новостям. О ликвидации командира роты Хамас сообщили в армии обороны Израиля. Также сообщается, что он удерживал в заложниках около тысячи местных жителей, не позволяя переместиться им на юг. Согласно открытым источникам, подразделения Цехал подошли к больнице Шифа, под которой располагается командный штаб террористов. Напомню, что параллельно продвижение на земле, идет продвижение под землей. Там работают спецназ, различные подразделения спецназа, ну, не важно, не суть важно, но с очень мощным инженерным обеспечением. Они вооружены очень многими новейшими разработками, которые помогают бороться с туннелями. Между прочим, теория доказала, что эта работа идет правильно, и зачистка идет и под землей, и на земле, и это должно быть синхронно, чтобы сухопутные войска наверху не отошли, не убегали от подземных подразделений. Цехал ведет бои в районе четырех главных больниц ГАЗа. По данным военных, в туннелях под ними находятся командные пункты террористов. В ГАЗе это отрицают и подчеркивают, что в больницах укрываются местные жители и раненые, которые не могут покинуть зону боевых действий. Вы должны понимать, что происходит в больницах. Это очень сложная ситуация. Врачи постоянно принимают решения о том, кто будет жить и кто умрет, поскольку запаса медикаментов на исходе. Их осталось очень мало. Врачи делают попытки проводить операции без анестетиков. Ситуация ужасает. В больницах часто нет топлива, и пища тоже заканчивается. Про палестинские акции не утихают по всему миру. В Лондоне прошел митинг в поддержку жителей ГАЗа, который перерос в стычку с ультраправыми британцами. Предыдущие тришествия прошли относительно мирно. Было около ста задержаний на сотни участников акций. Вслед за частными клиниками в оккупированном Крыму от проведения абортов отказались почти все частные клиники в Курской области. В начале ноября Владимир Путин заявил, что с абортами нужно бороться, и даже предложил два пути. Запрет продажи препаратов для абортов или же другой вариант – улучшение поддержки семей. Конечно, проблема абортов, она такая острая. Вопрос, что с этим делать? Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья, помощи по другим направлениям, материальной помощи молодым студенческим семьям. Очень много разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства. Чрезвычайно важная вещь. Как вы понимаете, семьи в России поддерживать не на что. Все деньги ушли на войну. Поэтому пропагандистская машина Кремля запустилась на полную. Теперь она объявила войну абортом. Председатель комиссии по вопросам семьи полностью поддержал идею запретить прерывание беременности в стране. И в других странах, где аборты запрещены, это многие африканские страны и страны Латинской Америки некоторые, там средний коэффициент рождаемости по-прежнему, высокая рождаемость растет. ЕС может не договориться о помощи Украине на 20 миллиардов евро. Об этом пишет Ройтер со ссылкой на европейских дипломатов. План рассчитан на 4 года. Его внес Жозеп Боррель. Но, по словам дипломатов, многие страны, в том числе Германия, высказали сомнения по поводу выделения таких крупных сумм. Я не собираюсь пока объявлять эту идею мертвой. Но, конечно, всегда можно достичь улучшений. У Германии было много вопросов, и это справедливо. Мы говорим о больших деньгах. Другие страны ЕС тоже говорят, что им будет сложно взять на себя такие обязательства, поскольку их бюджеты сокращаются. Трое дипломатов предположили, что ЕС может в конечном итоге отказаться от четырехлетнего бюджета для Украины и выделять какие-то конкретные суммы каждый год, каждый раз решая это отдельно. Вы правы, будут разные заявления, будут разные трактовки, будут разные спекуляции, дискуссии и так далее. Но я не сомневаюсь в том, что сегодня основные политические элиты, давайте брать основные политические элиты таких ключевых стран, Германия, Соединённые Штаты, Великобритания чётко, ну и других стран, чётко понимают, какие риски генерирует именно путинская Россия, чётко понимают, что они сегодня вкладывают гораздо меньше денег в необходимость поддержки, например, Израиля и Украины совместно уже. А вчера была только Украина, а уже сегодня за счёт Израиля уже увеличение издержек на глобальную безопасность. Если не решить проблему путинской России, то увеличение издержек на обеспечение глобальной безопасности, чтобы хотя бы какой-то более-менее внятная стратегия развития дальше человечества была, будет ещё больше. Несмотря на все заявления, источник Бильд сообщает, Германия решила удвоить военную помощь Украине. Как пишет издание, на следующей неделе комитет примет решение об изменении госбюджета. Для Киева это означает больше оружия и боеприпасов в войне против России. Военный бюджет увеличат на 4 миллиарда евро. Кроме того, у Минобороны есть ещё 2 миллиарда евро, которые можно потратить как так называемые средства на выполнение долгосрочных оборонных контрактов. Власти Исландии ввели режим ЧП из-за возможного извержения вулкана. Метеорологическое бюро беспокоено тем, что большое количество магмы растекается под землёй и может в ближайшее время выйти на поверхность. Землетрясения могут стать более масштабными, чем те, что произошли, и эта серия событий может привести к извержению. Тысячам жителей города Гриндавик приказано эвакуироваться в качестве меры предосторожности. Смешно наблюдать за кучкой недоличностей. Алла Пугачёва опубликовала пост, в котором обратилась к завистникам. Певица добавила, что выполнила свою миссию и назвала свободу главным богатством. Свобода – это главное богатство. И я её в себе берегу. Этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой. Победы добра над злом. Победы правды над клеветой. В Госдуме же призвали высечь плетью на Красной площади Пугачёву и Моргенштерна, а также всех остальных звёзд, которые выступили против войны и мигрировали. История подберёт к ним наказание. Но я думаю, нужно посмотреть мировой опыт. Ну, например, сингапурский опыт. Это публичная порка плетью. Ну, там, бьют палками, но у нас можно бить плетью. На Красной площади вывести, выпороть как следует, чтобы на коленях попросили прощения у всех граждан Российской Федерации, у президента. Ну, и, наверное, по тому же принципу 95% доходов в казну, 5% оставить им. Рейд в Брянскую область и убийство офицера ФСБ совершили РДК. Также Росми сообщает, что был уничтожен служебный внедорожник. Несмотря на то, что Россия много говорила, что вот, мы укрепим границу, там ни одна муха не пролетит, не проскочит, а РДК – это всё пиар, это всё выдумка и всё прочее, они продолжают проводить рейды. Насколько эти рейды эффективны, сказать сложно. То есть, наверное, они сдерживают какую-то часть российских военных, ну, нужно выделять их на эти территории. Во-вторых, они, собственно, оказывают давление на всевозможные службы, включая ФСБ, потому что ФСБ в том числе занимается границей. Возможно, они готовят какие-то более крупномасштабные рейды, однако мы пока не видели попыток прорыва на военные базы, на полновесные военные объекты, захват которых действительно может привести к серьёзному влиянию на военное положение России. Сообщается, что параллельно с рейдом проходил благотворительный аукцион в поддержку добровольческого корпуса. На нём было собрано более 50 тысяч евро для борьбы с ВСРМ. Полиция Калифорнии задержала вооружённого мужчину с помощью робопса. Водитель автобуса заметил человека с оружием и вызвал полицию. К этому моменту все пассажиры автобуса, кроме вооружённого, его покинули. Прибывшая полиция, чтобы не рисковать личным составом, отправила в салон автобуса робопса. С его помощью стало понятно, что мужчина спит. Вооружённого Соню задержали и допросили. Пистолет оказался пневматическим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова